В Санкт-Петербурге В Каннском районе на трассе между Тосеево и Троицком бензовоз слетел с дороги в кювет и буквально встал свечкой. Фотографию сделал проезжающий мимо водитель. Судя по ней, сама цистерна осталась на дороге. Почему тягач оказался в Канаве, неясно. Игрок любительской футбольной команды во время матча в Красноярске вырубил соперника ударом в лицо. Качество любительского видео плохое, но можно разглядеть, как один из спортсменов внезапно бьет оппонента и тот падает, как подкошенный. У игрока перелом носа и сотрясение мозга. Виновника отстранили на 15 матчей, кроме того, на него уже написано заявление в полицию. Началась жеребьевка и предварительные поединки участников Ерыдинского турнира по вольной борьбе. На нем выступят 373 спортсмена. В составе российской сборной 96 борцов, в том числе 26 из нашего края. Сегодня на ковер вышли мужчины и женщины в весе до 70 килограммов. Завтра схватки продолжатся с 11 утра. Трансляцию турнира можно будет посмотреть на телеканале Енисей. Каждый день мы будем показывать главные моменты соревнований. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова